Это все на матче. В студии Ольга Васюкова, Илона Корстен и Владимир Стогниенко. И сейчас наша коллега Илона готова подвести спортивные итоги 2015 года. Внимание! Да, подходит к концу 2015 год и Илона Корстен готова выделить наиболее важные персоналии, ну и наиболее важные события перед самым Новым Годом. Итак, итоги года от Илона Корстен. Спортсмен года, Илона. Давайте начнем со спортсмена и спортсменки. Спортсмен года. Александр Овечкин. Почему? Обладатель Моррис Ришард Трофи 2015, приза лучшего снайпера регулярного сезона НХЛ и обладатель Харламов Трофи. Почему вы именно этому спортсмену симпатизируете? Потому что Александр Овечкин неравнодушен к баскетболу, потому что я очень хорошо знаю его маму Татьяну Овечкину. Она президент московского клуба Динамо и я играла у нее в команде. И Александр Овечкин очень часто приходил к нам на матчи и на тренировки. Даже так, с вами не играл? Я один раз играла с ним в баскетбол. И как он играет, кстати говоря? Очень хорошо, отлично играет. Спортсменка года? Юлия Ефимова. Опять-таки почему? Потому что в этом году на чемпионате мира в Казани Юлия стала чемпионкой мира на дистанции 100 метров брасом. И заняла третье место на дистанции 50 метров брасом. Вы сами как к плаванию относитесь? Я сама очень люблю плавать и тоже плавала в детстве. И у меня очень хорошо получалось. Каким стилем, если не секрет, предпочитали плавать? Как предпочитала плавать Илона Корстен? Батерфляем. Сейчас есть время позаниматься плаванием? Бывает время? Да, есть время. Я хожу в фитнес, хожу в бассейн и всех удивляю своим стилем. Занимайтесь спортом, билите пример с Илона Корстен. Человек года 2015. Кто? Андрей Кириленко. Ну, помимо того, что он теперь президент Российского баскетбольного союза. Почему? В прошлом году Андрей Кириленко вернулся из НБА из Бруклин-Нец в ЦСКА. Он помог армейцам выиграть чемпионат Единой Лиги ВТБ, завершил свою карьеру и стал президентом Российской Федерации баскетбола. А как вам кажется, его физические кондиции еще бы сейчас не позволяли играть, если бы он захотел? Я думаю, что Андрей сейчас бы очень сильно помог и сборной России, и ЦСКА. Но у него уже нет желания, и я думаю, что он будет очень полезен на посту президента Российской Федерации баскетбола. И далее комментатор года 2015. Роман Скворцов. Я разочарован, но Рома прекрасен. Конечно, почему же Роман Скворцов? С Романом мы работаем уже два года, и мне очень нравится комментировать с Романом. Мне кажется, что это лучший баскетбольный комментатор и очень хороший хоккейный комментатор. Буду переключаться на баскетбол, может, мне тогда повезет. Команда года 2015. Баскетбольный клуб ЦСКА. Ну, понятно, что ЦСКА самый титулованный клуб. Скажите, вот чем вам конкретно больше всего нравится баскетбольный клуб ЦСКА? Как профессионалу, как игроку? Я сама играла в ЦСКА и неравнодушна к этому клубу. В прошлом году баскетбольный клуб ЦСКА в пятый раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. И в девятый раз за 10 лет отобрался в финал четырех. В составе этой команды блистают звезды сборной России, а также одни из лучших легионеров. У вас любимый игрок кто в ЦСКА? Виталий Фризон, Андрей Воронцевич, Нандо де Кало. Далее. Вызов года 2015. Такая, я бы сказал, дерзкая номинация. Возвращение Федора и Емельяненко на ринг. Вы следите вообще за смешанными единоборствами? Да, я слежу особенно за Федором и несколько раз приходилось пообщаться. И мне очень нравится Федор как спортсмен и как человек. Вообще отмечают, что он, несмотря на все свои титулы, очень скромный человек. Обычно говорят об этом. Мы один раз играли с Федором в благотворительном баскетбольном матче вместе с Федором и с Александром Овечкиным. И было очень весело. И когда Федор ставил заслоны, все падали. Тренд года. Такое модное название. Итак, тренд года 2015. Это Единая Лига ВТБ. Коротко, если так охарактеризовать, что вы подмечаете главной черты Единой Лиги ВТБ? Это соревнование, которое объединяет 16 клубов из 8 восточноевропейских стран. В Единой Лиге ВТБ играют лучшие российские клубы, а также клубы из Латвии, Эстонии, Чехии, Белоруссии, Финляндии и Казахстана. Это Тимофей Мозгов, который играл в финале NBA. Тимофей Мозгов первый российский баскетболист, который играл в финале Национальной баскетбольной ассоциации. Так в этом, если сезоне, его игру оценивать, понятно, что у него авторитет растет, внимание соперников больше. Тяжелее стало сейчас в новом сезоне NBA, Тимофей? Я думаю, что Тимофей прибавляет от сезона к сезону, он набирается опыта. И я с большим удовольствием слежу за его игрой, очень сильно болею за него. И я надеюсь, что Тимофей поможет тоже сборной России набрать обороты и вернуться на высокий уровень. И я хочу, чтобы наша сборная России, мужская и женская, опять была на первых местах в чемпионатах мира и Европы. Я тоже просто мечтаю, Илона. Ну и события года в вашей жизни. В прошлом году я начала работать комментатором на Матч ТВ. Вам вообще сразу понравилось комментировать? Да, мне достаточно было тяжело в начале, но комментировать понравилось, потому что со мной комментирует мой коллега, который мне очень помогает, Роман Скворцов. Роман Скворцов лучший комментатор 2015. Личный, ваш личный рекорд, главное такое серьезное достижение года, о котором вы вспоминаете с удовольствием, может быть с гордостью. Работа на трех баскетбольных матчах, на Матч ТВ в трех разных городах и странах за четыре дня. Я была в Тель-Авифе в пятницу, в субботу я комментировала матч из Екатеринбурга и в воскресенье уже комментировала матч из Казани. Есть подозрение, что спали преимущественно в самолетах, потому что больше вряд ли где-то еще можно было. Да, это был мой рекорд, в конце я уже не понимала, где я нахожусь, когда я проснулась в Казани, но отработать удалось на высоком уровне, и мне очень понравилось, что это у меня получилось, я гордилась собой. Ну и тогда планы на 2016 год, может быть отработать пять матчей на пяти разных континентах за четыре дня, я не знаю. Что главный к такой пункт на 2016 год? Продолжать работать в Единой Лиге ВТБ и на Матч ТВ во благо баскетбола. Скромненько, но со вкусом. Спасибо большое, Илона. Это были итоги года от Илоны Корстя.